Ребята, всем привет, с вами Воблер. Сегодня речь пойдет о настройках графики для игры GTA 5 на ПК. А именно, настройки графики сбалансированные между качеством картинки и высоким FPS в игре. Под высокими FPS я имею ввиду качество в 60 кадров. После длительных тестов я отметил настройки, при которых этот баланс будет соблюдаться в разных сценах игры, независимо от погодных условий и напряженности боевых действий. Примеры я буду показывать для видеокарт с разным количеством видеопамяти. В 1, 2, 3 и 4 гигабайта. Перед тем как я начну, хочу отметить, что параметры приблизительные и у вас на ПК они могут быть выше или ниже. Все будет зависеть от вашего железа, а именно от древности вашего процессора, количества оперативной памяти, а также от видеокарты, на которую и ложится основной упор в этой игре. А видеокарты бывают с разными параметрами, частотой процессора, битностью шины и количеством видеопамяти. Потому результаты могут немного отличаться от ваших. Запись этого видео я делал с частотой 30 кадров, устройством видеозахвата от Avermedia. Потому никакие потусторонние программы не будут мешать мне и моему железу. Давайте перейдем к первой настройке графики для видеокарт с видеопамятью в 1 гигабайт. Своими словами, если у вас видеокарта 1 гигабайт, значит вы вставляете такие параметры. Видеопамять занята на 1018 мегабайт. Игнорировать приложенные ограничения выключено. Версия D-Rex. Ставите вашу. Ставите максимальное, которое у вас только доступно. Тип экрана полноэкраны. Разрешение. Разрешение ставите ваше максимальное. Формат. Выставляете автоматически. Частота обновления. Ставите частоту вашего монитора. Мониторы вывода. Если у вас один монитор, значит ставите один. Если у вас, допустим, два монитора, то выбирайте какой-то из них. Дальше идем. Сглаживание. Сглаживание выключено. Так. Сглаживание MSA должно быть тоже выключено. Вертикальная синхронизация включена. Так. Идем дальше. Дальше у нас идет население города. Население города выставляете на минимум. Его вообще здесь не должно быть. Разновидность населения тоже должна быть выключена. Фокусировочная шкала должна быть выключена. Качество текстур стандартное. Качество швейдеров стандартное. Качество теней стандартное. Качество отражения тоже стандартное. MSA для отражений выключено. Качество воды стандартное. Качество частич стандартное. Так. Качество травы стандартное. Мягкие тени. Вот. Выбирайте резко. Настройка спецэффектов стандартная. Так, здесь степень размытия при движении должно быть выключена. Эффект глубины резкости выключена. Анизотропная фильтрация выключена. Затенение АО должно быть выключено. Вот это вот, ребята, самые лучшие настройки для видеокарты объемом памяти в 1 гигабайт. Давайте мы протестируем. Я вам покажу, почему так. Идем, запускаем тест. Да. Запускаем тест и смотрим. Мы видим, частота кадров держится 58,60 FPS. Здесь тоже. 58,59,60. При таких настройках будет очень удобно играть на слабых компьютерах с видеопамятью в 1 гигабайт. Вот. Когда будет дождь в игре, у вас ничего не будет лагать. Все будет замечательно, как в дневное время, так и в ночное. Мы видим, какие цвета, как ночью, так и днем. Дальше продолжается тест. И мы смотрим. Частота кадров остается неизменной. 59,60. Вот. Набираем обороты. Мы летим на самолете и смотрим, какое будет качество картинки. Мы летим и видим. Мы видим, что картинка отображается не полностью. То есть, со временем подгружаются. Вот мы видим деревья. Со временем подгружаются машины. Мы видим, что поток машин небольшой. То есть, машины есть, они никуда не делись. Но их меньше. Количество машин будет разгружать вашу видеокарту. Вот мы видим, что деревья подгружаются. Горы. То есть, со временем. При таких настройках вы реально сможете хорошо играть и не заморачиваться на какие-то глюки. Так, наш самолетик улетает. А тест идет дальше. Так, мы видим как выглядит машина. Машина блестит, она немножко как будто сероватая. Мы видим, да? Ну что, цвета более-менее яркие. Машина движется ровно, без всяких лагов, но все-таки 60 кадров. Ёлки-палки. Видите, даже в жестких замесах ничего не меняется. 60 кадров держится, вам будет удобно и комфортно играть. Как в онлайн, так и в одиночном режиме. Цвета, конечно, не сильно насыщенные, но все потому, что мало видеопамяти. Бах! И последняя окончательная сцена. 58, 57. 57 кадров было минимально. В самой игре, когда вы играете, графика выглядит вот таким вот образом. Вот такие машины. Немножко, конечно, похоже на GTA 4. Кто играл, тот поймет. Но остальная картинка довольно нормальная. То есть, в принципе, ребята, даже с видеокартой в 1 гигабайт можно отлично играть в GTA 5. Без всяких лагов. Главное, не сильно заморачиваться на картинку. Ставьте такие настройки, которые я показал. И будет вам все супер и отлично. Ну а мы переходим к видеокарте с памятью в 2 гигабайта. 2 гигабайта выглядят таким вот образом. Видеопамять 1909 мегабайт. Так, здесь игнорирование у нас включено. D-Rex версию выставляете последнюю. Здесь по экрану по гигагерцам все понятно. Так, сглаживание выключено. Так, сглаживание MSI выключено. Nvidia TX, если у вас, выключено. Дальше смотрим. Вертикальная синхронизация включена. Так, дальше у нас. Так, смотрим. Город, население города мы ставим, можно сказать, так вот на 1 треть. Ставить 1 треть чуть-чуть. Меньше половины. Так, разновидность населения тоже меньше половины. Фокусировочная шкала ровно половину. Качество текстур высокое. Качество швейдера высокое. Качество теней высокое. Качество отражения стандартное. MSI для отражений выключено. Качество воды стандартное. Качество частиц стандартное. Мягкие тени мягко. Так, настройка спецэффектов стандартная. Анизотропная фильтрация. Можете их 16 уже вставить. Смотрите, там 16, либо 8. Там уже вы должны сами посмотреть этот момент. Так, смотрим дальше. Затенение АО выключено. На этом все. Давайте будем тестировать эту настройку. Так, здесь мы видим. Видим 60 кадров. Видим более сочную картинку. Уже более насыщенные цвета. Цвета вот как днем, так и ночью. Здесь тоже у нас нормально. Мы уже видим траву. Немножко прорисовывается и трава, и деревья. Уже намного лучше. В дождевую погоду тоже все отлично у нас. Мы видим, что цвета стали намного сочнее и ярче. Ночью вообще у нас прелесть. Теперь мы переходим к динамическим сценам. Мы видим, как отображение воды. Как все блестит. Мы видим тень самолета. Ну что, полетели за самолетом. У нас мы видим 60 кадров. Ну, 59-60. Все как надо. Так, прорисовка картинки. Дальность отображения более-менее уже нормальная. Но все же деревья периодически подгружаются. То есть не сразу, а постепенно. Смотрим. Так, что у нас с трафиком. Машин, мы видим, стало побольше. Уже их намного больше. То есть не одна там машина, не две, а уже машин максимально. Горы тоже нормально прорисовываются. Так. Дальность отображения, в принципе, отличная. Отличная. Для двух гигов, ребята, замечательная картинка. Теперь посмотрим, как же выглядит наша машина вблизи. Аллея славы. Машина. Мы видим, что машина, да. Едет картинка уже практически песня. Отлично, мы видим. Кадры не проседают, ничего нет. Дорога уже более насыщенная. Вот с левой стороны поехала машина быстро. То есть без всяких рывков. Цвета тоже уже более сочные. Мы видим черный цвет более черным. Так, при таране тоже у нас все замечательно. Стрельба. Сейчас посмотрим, как опустится фпс при взрыве. При взрыве было, по-моему, 53, да, я видел. В принципе, все замечательно. В самой игре картинка тоже стала намного сочнее. Смотрите. Все уже блестит. Уже мы видим тени. Поехали. Посмотрим, как отобразилась трава. Мы видим уже траву. Видим колоски, да. Уже есть у нас трава. Видим краски деревьев. Да, ребята. Вот такие вот настройки для видеокарты с двумя гигами видеопамяти. А мы переходим к видеокарте с тремя гигами видеопамяти. Дальше у нас идет настройка для видеокарт с тремя и четырьмя гигами видеопамяти. Если у вас видюха с тремя гигами видеопамяти, ставите такую настройку, как я сейчас вам покажу. Если у вас видюха с четырьмя гигами видеопамяти, как у меня, все равно ставите такую, потому что выше ставить нет смысла. Разницы вы не заметите, а проседание фпс в жестких замесах будет значительное. Смотрим. Также выставляйте дирекс, если уже возможно ставите 11. Здесь все ясно. Дальше смотрим сглаживание. Сглаживание здесь у нас включено. Сглаживание МСА выключено. Идем дальше. Так, вертикальная синхронизация включена. Население, население города на максимум. Разновидность населения на максимум. Фокусировочная шкала максимум. Качество текстур очень высокое. Качество швейдера очень высокое. Качество теней очень высокое. Качество отражения очень высокое. МСА для отражения выключено. Качество воды очень высокое. Качество частиц ставите высокое. Но, если вы хотите попробовать для себя, поэкспериментировать, выставите очень высокое. Но, когда я выставляю очень высокое, идет жесткое проседание в пес, чуть ли не в 5-10 кадров. Идем дальше. Качество травы очень высокое. Мягкие тени, максимально мягко. Смотрим дальше. Настройка спецэффектов высоко. Если вы выставите здесь вот очень высоко, то у вас тоже будет проседание FPS, потому не рекомендую. Степень разметия движения. Я вообще не включаю, мне это не нравится. Анизотропная фильтрация 16X. То есть выставляете тут уже под себя. Если возможность есть, ставите максимально. Так, затенение АО выключено. Деселекция выключена. Все, есть такие настройки, будем тестить. Мы видим 58-59 FPS. Качество картинки просто идеально. Круче только яйца. Здесь тоже мы видим качество травы, качество деревьев, листва. Все хорошо просматривается. Видно каждый листик. Просто замечательно. При дожде у нас тоже держится стабильно 58-59 FPS. Мы видим, какие сочные цвета. Ночью вообще все замечательно. Смотрим. Хорошее отображение теней. Блестит водичка. Яркие цвета. Просто замечательно. Пролетает наш самолет. И мы за ним. ФПС наш держится 59. Так, отрисовочка у нас нормальная. Заходим в поворот. Видите, какой у нас трафик. Машин просто полно. Насыщенная дорога. Тут уже сильно не разгонишься. Смотрите, какой плотный трафик. Вообще сумасшествие. Реально город. Мы видим здесь немножко проседания. До 54-56, да там. И сейчас посмотрим, как выглядит наша машина. Звездная аллея. И мы видим, что наша машина просто блестит. Теперь мы видим, что машина не серая, а уже черная. Видно сразу черный цвет. Мы видим, какой здесь транспортный поток. Уже много машин. Даже видно номера. Все замечательно. ФПС немножко просаживается. 56-54 даже было. 53. И сейчас начнутся динамичные сцены. До 53. Идет просадочка. Сейчас мы посмотрим, как будет при взрыве. Какой ФПС у нас. Так, при взрыве он у нас сел на 44. 43-44. Вот как выглядит эта настройка в реальной игре. Все отображается красиво. Есть тени. То есть хорошая детализация. Мы видим, что вот покрашенная полоса, да, на парковке. Что там есть трещины. Все это есть. При таких настройках вы уже понимаете, что GTA 5 это не просто игра. Это шедевр, которым можно наслаждаться. Просто смотря на окружающую местность. Даже просто катаясь в этой игре. Вы понимаете, насколько она замечательная. Мы видим, что ФПС не просчитает. Все классно. Все замечательно. Идет четкая прорисовка. Вот на скорости. Следы. Видите? Ничего не меняется. Поверьте, ребята, выше выставлять нет вообще никакого смысла. Поверьте уж мне. Вот. А для диванных экспертов, которые могут, конечно, в комментах заявить. А таких очень много. Да, у меня на 2 гигабайтах GTA 5 идет на максимум. Я сейчас специально выставлю все параметры на максимум. И вы увидите, что это за слайд-шоу. Поэтому смотрим. Ну а дальше, ребята, просто жесткие настройки. Круче этих настройок, наверное, атомная бомба. Для начала хочу выйти даже из графики. И зайти такой. Есть дополнительные настройки изображения. Выставляете настройки. Поверьте, их вообще вам не нужно трогать. Не трогайте их. Они просто жестко жирают вашу видеопамять. Вы качество сильно не заметите. Но там начинается хаос. Так, переходим в графику. Так, настройки. Графика. Смотрите, у меня идет 4 гига, да? 4 гига видеопамяти. Идем дальше. Выбираем все на максималочку. Что у нас включено. Так, здесь у нас. Так, включено. И здесь ставим X8. Видите, у меня уже видеопамять идет впритык. Идем дальше. Дальше все максимум, максимум. Что это такое для отражений? Херак ставим X8. Все, ребята. 4 гига памяти. Просто даже не хватает, чтобы GTA поставить на максимум. Так что, ребята, поверьте. Эта игра сделана как GTA 4. Как San Andreas, да, на века. Вот такая вот максимальная настройка. Я даже ее включать не буду. Потому что, мне кажется, мой компьютер вообще взорвется. Я не знаю, что будет, если это все поставить. Что здесь можно? Стандартно высоко, да? Боюсь, что у меня вообще компьютер сгорит. Единственное, что можно сделать. Так, сделать вот это MCI поменьше. Да, давайте вот просто вот так вот потестируем. Нажмем. Не знаю, что получится. Честно, я не тестировал. Посмотрим. Вот видеопамять забита на 4 гига. Давайте, что мы сделаем? Так, запуск тест производительности. Так, смотрим, ребята. В начале у нас уже 32 кадра. 29. 25 кадров. Еще ничего не происходит. Так, здесь 23, 20, 23, 21. Видите, какой жесткий слайд-шоу? Даже вы сейчас заметите. Дождик, дождик, капает дождик. 35, 32. Вот это настройки. 25, 24. Так, что здесь карусель? Ну, карусель у нас без тормозов пока что. Да, тормозов нет. Так, видим фонтанчик. Наш 25, 24 кадра. Здесь уже, конечно, ребята, представьте, все, что ниже 30 кадров, уже играть неудобно. Просто неудобно. Уже такой слайд-шоу получается. Ну, хотя бы для нормальных игр должно быть там 45, 50. Вот 50, 60 FPS нормально. А при жестких сценах, ну, пусть там будет до 40 падать максимум. Так что вот такие вот пироги. Ну, а если вы еще снимаете видео, то какое там 60? Там еще, когда включите какую-то записывающую программу, там вообще он упадет, мне кажется, до 20. Что мы видим? Мы видим плотный трафик. Подгрузка идет такая же, долгая, да? Вроде бы и все на максимум выставлено. 28 кадров, 22, 24. Самолет уже просто как слайд-шоу летит, дергается. Вот такие вот максимальные настроечки. И то даже не максимальный, предмаксимальный. Максимальный, я же говорю, не поставил. Просто видюха не выдержала. Сейчас вот не знаю. Хотя бы, блин, не сгорело при тесте. Так, что у нас тут? Так, залазим в нашу машинку. Ну, да, мы видим красоты тут. Ну, 35 кадров, уже ощутимо. Да, видите, бьет по глазам уже. Не удергается немножко так вот. 35, что-то стреляем там, бах. Стекло рассыпается. Так, до 29 падает. Вот еще, как бы, более-менее нормально. Не сильно падает. Видите, самое интересное. Там вообще до 21 в начале падало. Смотрим. Так, посмотрим, что нам принесет взрыв. Взрыв. Ба-бамсь. Взрыв. Нет, взрыв сильно не повредил наши кадры. Что хочу сказать. При таких настройках в игре просто, видите, FPS 20, 29. То есть, я еще ничего не делаю. У меня даже меньше 30 кадров. Хочу еще сказать, что я видел на каком-то из каналов, где тестировали игру вот эту. Да, на 980-й. И на самом мощном процессоре, разогнанном до 4-х, там, с копейками герц. И то, там, ничего не могли сделать на максимум. То есть, даже не дотягивали. Вот такие вот сегодня у нас были настройки для GTA 5 на ПК. Вы все видели своими глазами. Так что, ребята, что хочу сказать. Не выпендривайтесь ни перед кем. Не надо ничего доказывать. Вы, в первую очередь, игру оптимизируйте лично для себя. Если вы выставляете настройки те, которые я показал, и у вас там больше, чем 50 FPS, можете где-то один ползунок попробовать, протестировать. Если у вас, допустим, меньше, то без всяких разборов убирайте графику. И построите игру для себя. Что хочу еще сказать. Делитесь этим видео с друзьями, дабы они тоже не мучились с настройками. Дабы они все видели своими глазами. С вами был Воблер. Всем удачи. Всем пока. А я сейчас уберу эту настройку, блин, сумасшедшую, в 20 кадров и поставлю в 2400 мегабайт.